МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Управдом. Трудности осилим сами. Сегодня мы с вами пришли по еще одному обращению. Союзная Дом-45. Посмотрим, что у них происходит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас проблема с управляемкой. Мы боремся. Они не могут нам поменять трубы холодной водой. У нас плохо идет вода от холодной. Как давно у вас с ума сурочек, который вычислили? Два года. Ничего не было? Нет. Можно даже и в коридор, в общем, туалетик посмотреть. В каждую квартиру может зайти. А нас трубка... Воды нет, где вообще? Ну, фактически нет. Есть квартира, где есть? Есть. Хорошая. А поздно? Навряд. Навряд. Это горячая вода у нас. Хороший напор горячей воды. А это холодная. А губы нету. Управляющая компания заявляла, мне лично, говорит, что надо менять вод холодной воды. Но до сих пор мы не знаем, где находится этот вод холодной воды. А в водоканал обращались? В водоканал приезжал, комиссию создавал, говорили, что надо менять трубы. Трубы какие? В вод или внутренние? И в доме, и в воду. То есть трубы не в очень хорошем состоянии. Так, и после этого что поменялось? И ничего не поменялось. С 1955 года дом. И ремонтировался последний раз? Да никакой дом. Нет, последний раз он ремонтировался, я вам говорю, я училась в пятом классе. Нету отливов, и все, что течет, когда дождь, это все стены, стены мокрые, и у нее все плесень. У нас даже потолок плеснен. А перила, вот эти, можно было, да, чинить? Перила. Что-то по приписанию, перила. Лестницу, я не знаю, тут некоторые ступеньки. Но была у нас дыра, мы сами ее заделали. Скажи, уже проваливается. Скажи, все, была у нас дыра, но мы провалились, и здесь площадки сами заделали. Жильцы сами делают, не беждают в проекте, да? Я писала им официальный документ, заявление, вот. Это было буквально по весне. И здесь была дыра оборудована, но мы ее заделали сами. Не управляли, а вы сами? Мы сами заделали. Он один раз приходил. В трудности осилим сами. Последний раз было, я разговаривала с начальником, и он сказал, было 15 тысяч на нашу счету. Это было весной. Мы хотели делать ремонт, он сказал, я могу вам предоставить краску, но я не могу предоставить вам, сотруднику, чтобы сделали ремонт. Было 15 тысяч на счету дома. После общения с жильцами дома номер 45 по улице Союзная, мы решили обратиться в управляющую компанию, жилинспекцию и водоканал. О чем вы зовут? Союзная, 45-й, и что у нас служит? Мы не подписали. Таким никак нельзя выполнить. Почему? Потому что танцовы встретили число банкротов, и счета заблокированы. Никаких движений. А люди об этом в курсе? Конечно. Но у вас до сих пор выставлялись плитации с жильцами, правильно? Ну, конечно. То есть вы по отрёдну, вы выставляете счета. Ну, а платят деньги? Ну, платят деньги, да. На счету дома есть деньги? Есть деньги, да. Тут они держатся. Это уже не камни. Это уже конкурс, мы управляем счет. На данный момент у меня закрыт счет. Так. Все. У вас с какого времени будет закрыт? Он закрыт с апреля месяца. С апреля месяца вы себе продолжаете собирать деньги, у вас закрыт счет. А как они должны собирать? У вас там есть проблемы с водоснабжением, по предписанию, которое вы должны будете устранить. У нас нет проблем с водоснабжением. У нас проблемы с водоснабжением, у водоканала, а не у нас, понимаете? Нет, у вас внутренние проводки проблемы. У вас предписание по трем квартирам устранить. Что устранить? Проблемы с водоснабжением холодной. Ну, я не знаю, я понимаю, что проблема была. Может, инспектор, как бы, он, как вам ответить, лучше водоканала, как бы, да, или у него есть какое-то техническое образование, да, что он может мне выписать вот такое, как бы, здесь нужно заменить, а там не нужно. Приходил водоканал, понимаете, давления нет. То есть водоканал согласился, что это их правило? Нет, они никогда не согласились. Значит, вот я вам говорю, поступают в правильной компании, в такой правильный момент, не ставят по номеру никакой вариант. Нет давления. По договору с водоканалом у нас должно быть давление такое же. Оно не выполняется. И куда это, у меня некуда поставить, это они даже поставить у себя в камере. Вы на входе в дом, можете посадить на входе? У нас нет на входе в дом, потому что у нас идет просто труба и кран. И нельзя на трубе поставить на номеру? Нельзя. Потому что там нет ничего, ни в реестре ничего. Они не умеют в вашей связи делать в реестре? Почему умеют? Тогда вы сняли из себя просто ответственность по... Хорошо, я как бы разберусь с этим. Я не пойму, в чем загвоздка-то. Жильцы с определенного момента пишут вам, как управление компании, вы проблему не устраняете. Я не устраню ее. Ну как, ну, потому что я не могу оплатить. Они не учатся. Евгений Николаевич, добрый день. Здравствуйте. У нас обратился дом Союзная-45. У них проблемы с водоснабжением. Что-то можете нам пояснить по этому поводу? Это бывшее общежитие, старые постройки, двухэтажное здание. На которые была произведена подводка в свое время воды на там общую кухню, будем так говорить, и общий туалет. На данный момент переведено в жилье, и каждый житель провел от существующей трубы маленького диаметра себе в каждую комнату водопровод. Естественно, трубопровод, который был подведен к зданию и по зданию разводка, не позволяет в полном объеме осуществлять необходимое водоснабжение. Необходимо внутреннюю разводку поменять в связи с тем, что она не соответствует необходимого диаметра. В свою очередь мы не отказываемся в случае выполнения этих работ. Мы со своей стороны с подвод к зданию увеличим в соответствии с необходимым расчетом. Семен Николаевич, к нам обратились жильцы дома номер 45 по улице Союзная. Это бывшее общежитие двухэтажное. Сейчас оно переведено в квартирный дом. Жильцы обеспокоены тем, что управляющая компания не выполняет свои обязательства, и у них есть информация, что компания практически уже банкрот. Как поступать жителям в данной ситуации? Юридически данными домами она еще управляет. Жильцам в случае возникновения каких-то ситуаций, связанных с нарушениями как по предоставлению коммунальных услуг, так и по техническому содержанию дома, необходимо обращаться именно в данную управляющую компанию. В настоящий момент она обслуживает дом, и все заявки от заявителей должна рассмотреть в установленной законном сроке. Но директор управляющей компании говорит о том, что он не будет выполнять предписания, потому что у управляющей компании просто нет денег. По вопросу исполнения ранее поступивших в адрес управляющей компании обращений и ранее выданных предписаний, их неисполнение – это нарушение закона. Поэтому информация о том, что недостаточно средств управляющей компании, или в силу того, что они запустили процедуру банкротства, они в принципе прекращают управлять домом – это некорректные данные. Обслужить дом и содержать его они должны до последнего дня управления. Поэтому все заявки должны быть отработаны. Какие выводы хочется сделать по нашему проблемному дому? Жильцам необходимо написать заявление в жилищную инспекцию Курской области, чтобы они проверили невыполнение предписаний управляющей компании. Это была программа «Управдом». Трудности осилим сами. Увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова